Четвертая линия метро Будапешта самая новая, открыта 28 марта 2014 года. Длина линии составляет 7,4 километра, на ней расположено 10 станций. Линия соединяет две части города, Буду и Пешт, и проходит под Тунаем. Строительство было начато еще в 20 веке и планировалось закончить в 2003 году, но сроки многократно сдвигались. Стоимость строительства составила 1,2 миллиарда евро. Линию обслуживает 22 автоматических состава французской фирмы Альмстон. А сейчас мы зайдем в новое, самую последнюю ветку метро Будапеште, зеленую. Она очень красивая архитектура там станций, и посмотрим все станции. Вот такие вот входы в метро, нету сразу эскалаторов, надо спускаться пешочком, хотя есть вроде как лифты, но их мало, то есть они именно для людей с инвалидностью, с колясками. Вот мы сразу попадаем в кол метро, видите, тут места есть облюбованные бомжами. И что еще особенного вообще в транспорте Будапешта? Тут нету всяких турникетов, нету контроля, нету будок. То есть тут не надо тебе как бы проходить вот этот контроль. Ты пропускал, покупаешь проездной и сразу попадаешь в метро, но тебя могут проверить. И это намного на самом деле удобнее, когда ты лишен вот этой вот системы контроля. И это на самом деле выгоднее, тебе не надо содержать дорогой персонал, тебе не надо покупать дорогое оборудование, которое стоит денег, которое требует обслуживания. Ты просто иногда с помощью контролеров проверяешь пассажиров, и те, кто не оплачивает проездной, ты взимаешь с них штрафы. А вот такая вот красивая станция, видите, с мозаикой, реально интересная архитектура. А вот отделка мозаикой, очень красивая, и красивые бетонные балки, бетонные своды. Станцию эту делали открытым таким способом, и ее не закопали. Ее вот этот весь открытый свод, его так и оставили. А вот эти вот балки, они имеют конструктивные особенности, то есть они удерживают стены, распирают, чтобы стенам было проще. Потому что, конечно, на такую высоту стена сама не выдержит без этих распорок. И вот выглядит новое метро, видите, со звуковыми сигналами. Мне нравится, что тут вот зеленая такая, то есть ветка зеленая, и тут везде присутствует вот этот зеленый свет, есть световая подсветка. И обратите внимание на свет, он тут рассеянный. Тут свет направлен не на тебя, а есть вот эти рассеиватели, и поэтому он тут получается более такой комфортный. А еще тут вот есть пересадка на М3, но сейчас почему-то М3 закрыта, М3 не работает. Также вот есть лифт, который опускается прямо на станцию. По-моему, он опускается вообще с уровня земли. То есть есть вот такие вот лифты, и, в принципе, ними пользуются не только люди с инвалидностью, с колясками. А вот просто человек решил быстренько спуститься, а другой подняться. Очень удобно. Ну, давайте посмотрим еще и схему метро. Вот в Будапеште 4 линии метро. Мы сейчас находимся на Кальвентер. Эта зеленая ветка, она самая новая. Вот эти обе ветки, красная и зеленая, они пересекают Дунай, и пересекают они его под землей. Очень здорово, что действительно оставили бетон без отделки. То есть, по сути, бетон это такая честная отделка. Видите, просто видны следы от опалубки. И выглядит круто, и не надо тратить какие-то огромные деньги на вот эту всю штукатурку, плитку, гранит, мрамор. Оно и так красиво. Если архитектура классная, красиво и так. Достаточно функционала. И это здорово. Мне нравится, что здесь есть тактильная плитка, которую просто вырезали по этому граниту. То есть, тут не выкладывали отдельную плитку, а сделали вот так вот красиво. Из крутого еще на полу, вот видите, есть такие стрелочки, которые указывают путь эвакуации. Потому что во время пожара, во время эвакуации, у тебя сверху дым идет, и лучше видно то, что происходит снизу. То есть, вот такая вот система безопасности. Что есть крутого? Тут табло показывает время до прибытия поезда, а не как давно поезд уехал. Мне кажется, это тоже сильно удобнее. Смотрите, вот так вот выглядят современные поезда в Будапеште. Они очень тихие, в них не надо повышать голос, чтобы разговаривать. Поезд также сквозной. Он полностью проходной. Это намного более такой оптимальный состав, потому что нету места на сцепку. Там могут стоять люди, и в принципе человеку удобнее, в случае чего пройти через весь поезд. Еще, наверное, это удобно всяким торгашам. И обратите внимание на систему эскалаторов. Она такая маршевая получается. То есть, видите, не один какой-то длинный эскалатор, а вот такими идут маршами. И что интересно, пересадка тоже осуществляется через эскалатор. Вот получается третий такой марш. Еще из нюансов, тут все-таки есть какой-то персонал, и он тебя не щимит за то, что я снимаю. Например, в киевском метро обязательно прибежит начальница станции и начнет запрещать тебе снимать. Нельзя! Видеосъемка запрещена! Почему? Видеосъемка запрещена! Вот так вот выглядит метро внутри. Видите, оно проходное, звуковые сигналы. Сейчас послушаем, насколько тут высок шум. В принципе, вообще не шумит. Можно даже не повышая голос разговаривать. У поезда есть вертикальные поручни. И вот мы выходим на следующую станцию. И еще у поезда есть кнопочки, чтобы открыть дверь. Это на самом деле история про какую-то экономию и эффективность. Те не обязательно открывать все двери поезда. Достаточно открыть вот нужные станции тоже с мозаикой. Тут мозаика внутри. Все-таки тут присутствует эта отделка. Хотя тут тоже много бетона, много вот этих балок-распорок. И красивая вот эта архитектура, красивые сиденья. Тоже они еще и поворотные. Да, смотрите, тут тоже вот станция рылась открытым способом. И видите, оставили вот этот весь свод. Его не заполнили землей. А сделали просто балки, которые удерживают стены. И выглядят эти балки очень круто, очень красиво. Тоже маршевые эскалаторы. И видите, весь этот свод, он остался. Не чувствуешь себя даже как-то сильно под землей. Хотя глубина станции довольно-таки велика. И нету никаких теток, которые контролируют эскалаторы. Видите, как-то без этого обходится. Зеленую ветку метро строили довольно долго. Стоимость обошлась в 1,2 миллиарда евро. В целом нельзя сказать, что это какие-то космические деньги за вот такое вот метро. За такие вот крутые станции. Да, и обратите внимание на рекламную метро. Она присутствует, но ее очень мало. То есть, есть вот такие вот билборды по бокам. А так, чтобы все обклеено, этого бы не было. Хотя места полно. Можно было бы вот тут натыкать таких светильников с рекламой, например. Можно было бы все заклеить. Можно было бы поезда сделать с рекламой. Но нет, это отсутствует. Есть полно информации, полно информации. Куда едет поезд? Просто там каждые 10 метров есть информация с станциями, с какие станции на ветке. Очень круто. Главная особенность этого метро, то что оно роботизированное. И да, здесь нету машиниста. Ведь профессия машиниста, она довольно-таки нудная. Неприятная 8 часов сидеть, смотреть на рельсы. А вот беспилотник отлично. Вообще, это очень здраво, когда рельсовый транспорт вот такой вот беспилотный. Потому что, ну, очевидно, что если уже есть и машины беспилотные, то ездить по рельсам, где все просто достаточно каких-то датчиков и камер, и все на автоматике будет действовать. И тут не надо ничего поворачивать, никого объезжать. Поэтому, по-моему, это первый транспорт, который должен как раз быть беспилотным. И в мире уже полно таких примеров. Еще из крутого на схеме метро линейной. Тут под каждой станцией пишется транспорт, на который ты пересаживаешься. Не только линия метро, но еще маршруты трамвая, маршруты автобуса. Посмотрите, как их много. Так, вот станция тоже с мозаикой. Видите, она тут очень мелкая. В принципе, я хвалил за отсутствие отделки. Тут она присутствует, но тут она крутая, и я бы не сказал, что эта мозаика сильно дорогая. Видите, они тут даже отделали зеленым тоннель, зеленой мозаикой, хотя не полностью, потому что вот там осталась такая бетонная часть. Интересное решение. А там вот красная мозаика. Смотрите, вот тут такая красота с эскалаторами. Они тоже такие маршевые, как лестницы бывают. Так вот сделали эскалаторы, чтобы сократить их длину. Поэтому тебе надо делать вот такие переходы. Выглядит красиво. И вот это трубы из нержавейки. Это вентиляция, кстати, опускается. Тоже обратите внимание на свет. Он направлен вверх. Вот прожектора. Он направлен на зеркала, которые этот свет рассеивают. Также присутствует разделение отходов. Вот мусорка такая. Вот маленький лайфхак с бетоном. Видите, вот эти надписи, буквы в бетоне. Они делаются на самом деле при заливке. Ты между опалубкой к опалубке клеишь форму. Я знаю, что использую часто просто пенопласт. Все заливается, а потом этот пенопласт выколупывается после заливки. И у тебя получаются вот такие вот буквы, въеденные в бетон. Так, следующая станция тоже такая попроще. С бетончиком все. Есть балки распорные, которые удерживают эти стены. Но видите, везде принцип такой, что то, что они вынули этот грунт, они, в принципе, его дальше не засыпают. Наверное, может, такой объем грунта где-то хранить и потом его завести, чтобы засыпать, тоже стоит каких-то огромных денег. Поэтому лучше оставить его вот таким вот открытым. Видите, направление одно горит синим, другое горит направление желтым. И при подъезде поезда эти полосы мигают. Вот станция метро. Такая, мне кажется, похожа на какой-то космический корабль внутри, где находишься, как из звездных войн. Балки здесь подсвечены. И тоже присутствует, в принципе, свет. И вот этот, который рассеивается из зеркала. Но интересно, что вот еще есть подсветка балок. Еще особенность этой станции, она сквозная. То есть есть заход с этой стороны и есть заход с той стороны. А еще интересные места вот для сидения. Есть лавки, есть вот такие вот штуки, в которые ты можешь опереться. Вот уже такая станция с цветастой девочкой. Тоже много бетона. И еще тут тоже особенность вклады с двух сторон. Вот видите, эскалаторы. И, кстати, у меня вот этот чувак, что стоит возле эскалатора, он проверил билет. Так, вот следующая станция. Тут такие тоже распорные балки. На потолке высокий слот. И там вон присутствует такая девочка. Но прикольно в конце вот эта стена. Безумрудная. Ну, есть сортировка мусора. Тоже лавочки. Так, следующая станция. Бикаш парк. Тут вот необычные такие светильники. Тоже балки, которые распирают станцию. Высокий слот. И вот здесь эскалаторы. Но светильники прям отличные. И, кстати, бетон похоже крашен. Такой выход из метро. Это мы доехали до конечной станции. Вот поезд дальше справа не едет. Ждем две минуты. Поезд уже в обратном направлении. Тут красный бетончик. Красивые эскалаторы. Видите, два выхода. А даже три. И что еще круто, здесь прям по центру идут вот с лифтом. Но станция, видимо, не сильно глубокая, как видите. Поэтому тут много вот этих всех подъемных штук можно было наделать довольно дешево. Поэтому тут аж три эскалатора и по центру есть лифты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА